Уборка с полей картофеля и овощей в Беларуси продолжается. В самом северном регионе второй хлеб уже собран более чем с половины площадей. Средняя урожайность около 340 центнеров с гектара. Существенную помощь аграриям оказывают студенческие отряды. И только в Витебской области на полях трудится более 2,5 тысяч студентов. Марина Романовская оценила качество урожая. Отходов практически нет. Вырываю вам все подряд. Владимир Михайлов с гордостью показывает урожай. Морковь в этом году в Ольговском как с картинки. Всего же под овощи здесь отведено без малого 50 гектаров. Первые убрали столовую свеклу. На морковных плантациях работа в самом разгаре. У нас 13 гектаров моркови. Морковь очень хорошая. Планировали 600 тонн собрать. Но соберем больше, около 1000 тонн. В этом году мы экспериментальное поле. Посеяли 3 гектара на торфянниках. Там урожай тоже будет очень высокий. Помогают аграриям студенты. Только в этом хозяйстве задействовано около 600 студотрядовцев. В поле работают не первый сезон. К уборке урожая подходят со всей ответственностью. В самом северном регионе страны создано более 200 студотрядов. Примечательно, что самые популярные среди молодежи именно отряды сельскохозяйственного профиля. Только на полях Витебской области трудятся более 2500 студентов. Павел Баденко – житель областного центра. Но к труду на земле привык. Сейчас вместе с однокурсниками убирает кормовую свеклу. Плантация уже практически полностью убрана. Для молодежи это заработок. Есть, конечно, конкуренция. Кто-то хочет показать быстрее, лучше. В этом году ребята мы отбираем в студенческие отряды, которые уже были. Работа ребят построена как в одну смену, так и в две смены. Кто-то работает по 6 часов, кто-то работает по 4 часа. Нужны рабочие руки и на переборке картофеля. Урожай второго хлеба рассказывают в хозяйстве выше, чем в прошлом году. Сорта здесь выращивают только в белорусской селекции. В хранилище уже заложили 2000 тонн отборного картофеля. Когда выкупили здание, здесь была старая система охлаждения. Мы ее демонтировали и поставили современное новое оборудование с воздухохладителями, которое обеспечивает самые оптимальные условия хранения. В этом году в хозяйстве немало экспериментировали. К примеру, раннюю капусту укрывали спонбондом. Результат получили неплохой. Скоро приступят к уборке поздней капусты. И здесь, рассказывают опытные аграрии, урожай также ожидается богатый. Марина Романовская и Александр Петровецкий, агентство теленовостей, Витебский район.